Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас вкуснейший хачапури. Также обалденная крупная клубника. Пока сезон, буду снимать как можно больше для вас видео с клубничкой. И обычный сок. Вот такой вот у нас сегодня стол. И обращайте внимание, пожалуйста, на мой внешний вид. Я вчера, не знаю видно или нет, я просто замазала, насколько это возможно. Смотрите, какой сыр! Вау! Как это вкусно! Не знаю, вам видно или нет, но у меня на лбу шишка. Я маме говорю про эту ситуацию, она просто угорает. А я не понимаю, что смешного. Я ударилась головой об дверь. Об дверь туалета, она была открыта. Я вот так шла-шла и вот так вот. Здесь мне даже след. И синяки под глазами. Не знаю, как это связано. У меня вообще на теле очень сложно появляются синяки. То есть синяки для меня это редкость конкретная. Просто я кому не говорю, все почему-то смеются, но я здесь ничего смешного, если честно, не вижу. Вообще на пустом месте можно так головой удариться, что даже умереть. Поэтому я вчера не снимала мукбанг. Я выложила видео, которое позавчера снимала. У меня очень сильно болела голова. Я сразу приложила лед, но несмотря на это, все равно шишка появилась. Знаете, как получилось? У нас в коридоре, насколько длинный коридор, темный. И там нету освещения. Точнее, там есть освещение, но мы его редко включаем. Я, получается, смыла макияж. Решила зайти в уборную. Там рядом сидел Твикс. Я подумала, как бы его не задеть ногой. И ушла вправо. Я думала, дверь открыта. И как ударилась головой. Одно, что я в детстве упала с лестницы. У нас был частный дом. Точнее, мы жили у моей тети. У нее был частный дом. Забор. На заборе всегда была лестница. Я забиралась по этой лестнице и смотрела на людей, которые проходили мимо. В то время ни планшетов, ни мультиков особо не было. И, в общем, так получилось, что я упала. Причем упала очень сильно. Потом я долго лечилась. Не знаю, возможно, это не взаимосвязано. Но мне порой кажется, что мои проблемы с памятью как раз-таки связаны с этим ударом. Потому что у меня реально провалы в памяти. Не то, что провалы. Какие-то мелочи я не помню. Позавчера сидели с женой брата. Она мне рассказывает то, что было пять лет назад. Историю, где мы вместе. Я ей поддакивала. Но я реально не помню эту историю вообще от слова. Кумичка обалденная. Поэтому как-то так. У меня только зрительная память хорошая. А так я особо ничего не помню. В комментариях иногда девочки спрашивают моей. Расскажи там, не знаю, какую-то историю правильно. Но я не помню, я рассказывала эту историю или нет. Такое хачапури вкусное. Рецепт я вам обязательно оставлю. Он мягенький. Посмотрите. Обалденно мягкий. Вообще, я очень люблю людей, которые меня на что-то вдохновляют. На что угодно. Вчера смотрела блогера, бьюти-блогера. У нее всегда такие интересные сережки. Такие, знаете, необычные всегда. И мне тоже захотелось купить себе бижутерию. За долгое время. Давно я уже не покупаю бижутерию никакую. И мне прям захотелось купить себе какие-то огромные сережки, как у нее. Вот если моему отцу, например, сказать, кто-то там чего-то добился. У моего отца такой характер, он себе скажет, ой, ему помогли. Ой, ему повезло. Фортанулла. Но я очень люблю людей, которые сами чего-то добиваются. Я начала смотреть YouTube. Я смотрела девушку, которая каждый день снимала контент. Каждый день у нее влоги выходили. Бьюти какие-то видео. Я все смотрела на нее. И думала, блин, другие блогеры в неделю-два видео снимают. А она каждый день контент снимает. Меня это так вдохновляло. То есть этот человек прям заряжал меня эмоциями. Заряжал меня мотивацией. Я уже давно ее не смотрю. Вчера зашла на ее канал. Увидела, что у меня сейчас больше подписчиков, чем у нее. А она канал отчасти забросила. То есть редко снимает. Очень редко. И вы знаете, я смотрела ее и завидовала белой завистью. И думала, вот если бы у меня была бы аудитория, я бы тоже каждый день бы снимала. Я бы в день снимала по два видео. И вы знаете, так и произошло. Когда у меня появилась аудитория, у меня был месяц, когда в месяц вышло 90 видео. Прикиньте, каждый день по два мукбанка и один влог. Это точно могу назвать месяц. Это был 2019 год. Помню, 19-е. Лето. У меня в один месяц вышло 90 видео. Это был, конечно, рекорд. И я еще плюс работала. А сейчас как-то обленилась, если честно. И мне обязательно в окружении или хотя бы виртуально нужны люди, которые мотивируют на что-то. Чего-то в жизни добиваются. Своим трудом, своими силами. Такие люди меня безумно вдохновляют. И хочется, чтобы таких людей было как можно больше. Я тоже, как и все, порой завидую. Я всегда завидую белой завистью. Беру пример с людей. С разных. Кто-то там машину себе купил, кто-то квартиру. Кто-то похудел, не знаю, на 50 килограмм. Смотришь и думаешь, вау, классно. И у меня всегда внутри вот это... Она может, а почему я не могу? Даже занятием ногтями тоже началось с того, что они могут, а почему я не могу? И вот у меня пожизненно так. Я всегда сравниваю себя с более успешными людьми. С людьми, жизни которых похожи на мою мечту. Вот. Еще очень важно, когда вы ставите перед собой цель, она должна быть реальной. То есть, если вы ставите перед собой мечту купить себе, например, ауди, последней модели новую, но имеете зарплату, например, там, 300 долларов, то это нереально. Цель обязательно надо ставить какие-то реальные. Потом добиваться их и двигаться дальше. Вот так вот. Сегодня я очень хочу разобрать свой шкаф. Уже на улице жара. Сколько сегодня погода? Ну, наверное, где-то 28. 25-28. Очень жарко. Я думаю, все зимние вещи надо убрать подальше. Голова у меня мокрая. Так, на заметочку. Какая клубника огромная. Не нужно, я не выбрасываю. Я стараюсь кому-то отдать, кому это действительно нужно, кто это действительно будет носить. Но большинство моих вещей, особенно летних, они очень откровенные. Я боюсь, что туда, куда я отправляю эти вещи, там они не пригодятся. То есть деревни так не одеваются. Поэтому даже не знаю, куда. Вообще в детстве у меня была такая мечта купить швейную машинку и учиться шить. Хоть какие-то базовые вещи. Просто как свободное время. То есть как хобби. У меня все всегда отговаривают по той причине, что сейчас вещи стоят очень бюджетно. Полно всего везде. Тем более даже ткани тоже недешево стоят. И если все плюсовать, то проще купить. Ну просто как хобби мне бы хотелось заниматься чем-то творческим. Как это вкусно! Это, конечно, обалденно. Уже клубничка подешевела. Везде ее стало очень много. Все покупают. Но в основном везде продают мелкую. А я мелкую не очень люблю. Я люблю именно крупную. Она сладкая. Зимой обычно, когда продают крупную клубнику, она бывает вообще как резина. Остался малюсенький кусочек. Я уже наелась. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. С вами была Аика. Пока!